...петли делают и кусочки... Ну вот, пока мы не углубились от чередоров в лес, давайте о грибах. Грибы, высшие грибы, это не одноклеточные. И мы бы их, в принципе, не касались, если бы не было прямого пересечения. Потому что они произошли... Они произошли еще сколько-то миллионов лет назад, просто... Ну, сами понимаете. Не все мы так сразу спиваем. Они произошли от несовершенных грибов, которые произошли, соответственно, одноклеточных бактерий. Потому что есть бактерии, которые образуют... Ну, у грибов есть мицелий. И плодовые тела, которые мы ходим и собираем в корзинте. А мицелий под землей. Есть бактерии, которые образуют псевдомицелий. Он тоже может образовываться на поверхности почвы, на поверхности какого-то любого субстрата, там, питательной среды. Может немного под поверхность уходить. Это тоже очень симпатично. Как-то я не очень продумала. Можно было же вам вырастить несовершенные грибы и их тоже показать. Ну ладно. И давайте еще тогда и плесни сюда чуть-чуть. Вспоминаю. Открываешь холодильник? Там серенькое такое. Долго стоял суп или помидоры с огурцами, открытая баночка. И по поверхности расползать. И варенье. Моя бабушка почему-то всегда считала, что если вот это вот собрать, то можно сварить и можно есть. Вот я бы вам рекомендовала вот это собрать, а остальное выкинуть. Потому что на самом деле, когда микроорганизм взаимодействует с субстратом, а субстратом может быть бабушкино варенье, почва, все что угодно. А как он ее меняет? Что происходит? Он берет, например, с удовольствием берет углеводы, сахара, вот так вот. А выделяет? А выделять он может, например, если он не хочет себе конкурентов, он выделяет какие-нибудь, если это бактерии, он выделяет бактериоцепции вещества, которые подавляют рост другим. Чтобы подавить рост другим, нужно быть довольно агрессивными соединениями. Понимаете, да? И агрессивность это может быть направлена не только по отношению к бактериям, но и по отношению к нам. То есть это просто кислоты, масляная, молочная, пропионовая. Это просто изолитые вещества любые другие могут быть. То есть там такой спектр, что я вам сразу не скажу. А в целом, Паш, как-то меняется в этой среде? Может. Может меняться. Ну, как бы, может и не меняться, да? Может и не меняться. А это зависит от того, какой микроорганизм там разливается. Плесеней бывает очень много. А раньше, ну, даже вот на Руси в древности, если в доме заводилась черная плесень, дом сжигали. Что такое черная плесень? Те нити, которые, ну, псевдомицелий, которые пронизывает, Бог с ним. Но на поверхности образуются споры. Они дают вот эту черность. Они могут давать серый, синий. Там могут быть потрясающее разнообразие оттенков этих спор. Но не конкретно у этой черной плесенью. У нее они черные. И вот эти споры попадают в наш организм. Об этом мы можем там подальше. Все магистры метродоимов с нами, с человека. Попадают в наш организм. Попадают различные мукозы, болезни в верхних дыхательных путей и так далее. Поэтому просто ничего не делали. Сжигали и все. Варенье выбрасываем и все. Суп выбрасываем и все. А сыр? Кого? Сыр. А вот сыр. Про то, кстати, мы тоже можем поговорить. И он тоже сейчас на производство сыра напрямую связан с плесенями. Сыр не выбрасываем. Или выбрасываем не всегда. Потому что, в принципе, без плесени производство современного сыра невозможно. Вот в эту черную плесень, про которую я перешла немножко на другой пункт рассказа. Ну ладно. Вот ту плесень, которая называется черная, аспергилю снигер, сейчас ее генномодифицировали. И она производит сычужный фермент. Раньше сычужный фермент для производства сыра брали из желудков только что убитых, только что родившихся телят. Понимаете? Раньше телят убивали миллионами ради того, чтобы был сыр. Чтобы получить вот этот вот фермент. Сейчас это делать не надо. Сейчас гораздо более экологично. Сейчас черная плесень производит нам сыры. Но она производит фермент. Это не опасно. Совершенно не опасно. Потому что никто не дает этой плесени образовать споры, которые для нас опасны. Выделяют фермент. Фермент в среду. Забродила, захвасила и кушает. Но вот я лично, вот уже, раньше тоже спокойнее относилась. Это плесни белка. А двое встретим на сыре. Ну, поем. А сейчас нет. А вот сейчас нет. Сейчас и сыры стали плохими. Вот объективно. Просто никуда не пойдешь почти. Все. Так еще и тут плесни. Просто рассырование по всему контактуру. А вот про дом, в котором образуется там, ну если сырой дом там растет. Если рыжий налет начинает возникать, вместо черного это то же самое? Нет. Это не то же самое. Это другой вид плесени. Ну, то есть все, сжигать дом надо? Нет. Так. Черная плесень образует черный налет. Да. А рыжий? Рыжий налет образует другой вид. Ну понятно. Но опасно все равно. Для проживания в таких домах. Вы знаете, я в принципе не считаю плесени безопасными. Но некоторые из них, ну то есть, смотрите, они выделяют споры. Причем вот мы до грибов так и не добрались. Но что близко? Близко это способность выделять споры в окружающих средствах. Их не видно. Но они есть. Мы их вдыхаем. Оседают на легких. Оседают в верхней части дыхательных путей. Может ничего не произойти. Сильный иммунитет. Все убрали. Вместе там случилось с эпителем и ушло. Может где-то, ну не то чтобы прорасти. Но какие-то клетки будут, сказать, субинфицированы. Споры, конечно, не способны и не предназначены для прорастания внутри нас. Но запускать какие-то процессы, какие-то механизмы не полезные, они могут. То есть вот, ну просто вот движитесь подальше от плесени. И мы в лаборатории, когда у меня вырастает на чашках плесени, мы просто не вскрывая чашку, мы сбрасываем. А зачем проверять? Потому что как только мы открываем чашку, споры полетели. И мы их не видим, но они полетели. И грибные. То есть споры и грибов, и плесени летают. Ну вот плодовые тела в этой шляпке, под шляпкой. Там споры. Вот они так же размножаются. Да. Споры полетели, где-то там сели, образовалась грибница мицелий. Это знаете, вот если бы у кого-то там были… Все грибы споры. Да. Если бы у кого-то было… Нет. Споры – это органы размножения, но грибница идет по поверхности почвы и там, где много питательных веществ или что-то благоприятное, там образуется плодовое тело. Вот сейчас я расскажу хороший пример. Моя свитрость регулярно поливает спорами на даче у себя, там пенек, спорами опенка. Ну, чтобы вот они выросли. А они растут у соседа. А где она их берет? Я же болела, у меня ничего не выросло. А у соседа выросла. Я объясняю. Там грибница-то, она вообще на километры уходит. Гриб, вот если не одноклеточный, а уже такой высший грибы, базидиомицеты, они, в принципе, одни из самых гигантских организмов, потому что протяженность мицелия достигает километры. То есть если мы вот эту тоненькую ниточку, когда выдергиваете, лучше не выдергивать, это неправильный сбор гриба. Если вы вот так вот подергиваете, вы можете видеть тонкие ниточки, идущие от плодового тела. Это нити грибничьи. Вот эти, если тоненькие ниточки сложить друг к другу, вот эти километры получат. А все-таки, если спросят, как размножаются грибы? Скорами? Скорами. Не грибницами, не корнями. Ну, как вам объяснить сейчас? Мицелия – это способ распространения. То есть он создает как бы отдельную вот эту грибницу. Да. Да. То есть если мы перенесем мицелия, то при этом, то уже пойдет растет. В принципе, мицелия – это вегетативная часть. Это как лист. Аналогия. Мицелия – это корни. Мицелия – это корни. Вот березы, да? А размножаются березы чем? Семенами. То есть семена полетели, угребали – то же самое. Плодовое тело – это тоже не цель. Просто плотно упакованное. Понимаете? Плотно-плотно упакованное видом. Так скрестовано, чтобы получать вот красивый шляп. Понимаете? А под ней, вот тут на гифах… Отдельно спором может быть цель? Потенциально – да. Почему нет? В общем, у нас и сдана для того, чтобы сейчас придавать. Один недавно. Надеюсь.